сегодня вот решил снять видео на свой nissan чтобы кучу фоток не высылать видео будет гораздо нагляднее видео это выложил на youtube чтобы посмотреть на любой давайте начнем то есть вот по аркам вообще эти nissan любят гнить на самом деле здесь что-то критичного нет есть да небольшие рыжики но все-таки у нас машина 2001 года рыжики ну действительно небольшие а там каких-то уж дыр такого ничего нет за машиной слежу нормально мою ее периодически держу машину в чистом состоянии тем более в москве с этой соли с этими реагентами мыть нужно почаще что я и делаю конечно же есть какие-то сколы да на машине все-таки автомобиль 2001 года я повторюсь но в целом я считаю на автомобилях таких лет нужно смотреть ну общее состояние кузова да то есть дыры не дыры насколько он гнилой этот я повторюсь не гнило и также нужно большое внимание обратить на мотор и коробку здесь по мотору и коробки никаких нареканий никаких замечаний откроем капот час мотор работает ровно не троит ничего не дымит масло не жрет от замены до замены я не доливаю вообще меня каждые восемь месяцев что касается канонов один стакан я переваривал потому что он гнил конкретно снимали колесо вот это вот и с двух сторон проваривали стакан делал я это в августе 2017 сейчас как бы тут все крепко все надежно вот немного ну рыжики остались да но его только переварили в целом с ним все хорошо крепко и надежно повторюсь здесь решили пока не варить потому что ну да рыжики здесь есть жарче но конкретно там каких-то дыр или чего-то да я бы ничего не разбирал я езжу не парюсь все нормально и 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 все лампочки на месте все лампочки горят автозатемнение заднего стекла люк люк у нас двух положениях это просто вверх или люк может открываться полностью коробка коробки у нас здесь три режима сейчас стоит стандарт зимой я езжу честно говоря всегда на зимнем что он мне дает то есть машина трогается со второй передачи машина не пробуксовывает на льду или нам на снегу соответственно нагрузка на коробку меньше зимой я езжу всегда спокойно не гоняю да в принципе как и в целом и зимний режим меня вполне устраивает да машина более более туповатая скажем так но это безопаснее для коробки и на нее меньше нагрузки для меня это важно стандартный режим как я уже сказал спорт режим ну когда хочется погонять ставишь спорт режим не то что там давайте прибавляется плюс 500 коней сверху но машина едет гораздо резвее за счет того что она крутит ну там до пяти тысяч начинает крутить до 6 может крутить как ты будешь давить на педаль газа вот а в стандартном режиме там она переключает до 3000 сама на спорт режиме передачи более долгие соответственно динамика поинтереснее климат все работает будет так далее еще раз повторюсь то есть по машине никаких скрытых моментов никаких скрытых косяков все работает единственное по кузову есть рыжик я вам показал но опять же повторюсь это всего лишь рыжики это то есть не какая-то конкретная коррозия там дыры да или еще что-то типа того все то есть еще какие вопросы если будут по машинке пишите в комментариях на ютубе я выложу это видео либо можете написать мне в инстаграме в личку я на ютубе укажу свой аккаунт инстаграма пишите с удовольствием отвечу на все вопросы все таки решил снять еще одно видео то есть как автомобиль ведет себя на ходу как он едет ну конечно никакие замеры я не буду делать да это все таки не гоночный болид но автомобиль как бы может поехать в потоке уверенно когда ему надо может ускориться все таки здесь я напомню стоит у нас V6 мотор мотор ну V-образной серии они все равно они решают эти моторы V6 V8 но это другая тяга честно говоря немного опыта у меня на турбированных моторах но если сравнить их с обычными да там четырехцилиндровыми моторами V-образные моторы это другая тяга это тяга с низов здесь стоит V6 повторюсь и тяги это хватает в городе вполне при том что гонять я не люблю повторю но если вам нужно ускориться или выйти на обгон вы чувствуете себя уверенно на ходу машина я бы не сказал тоже что она гоночная да какая-то то есть за счет подвески подвеска довольно таки мягкая валкая то есть на ней вот в кайф ехать на дальняк куда-нибудь по трассе медленно и вальяжно гонять и играть в шашки это не ее стихия но при желании опять же может только нужно ли она ну в целом наверное все то есть я снял визуальный обзор показал как машинка едет вот в пол я не нажимал если кто подумал так просто я до 5000 да крутанул в целом все спасибо